Я такое дерево, такое дерево, такое дерево. Очень знаменательно, что роль, которую последнюю он сыграл, была роль Кощея Бессмертного. Он себя очень плохо уже чувствовал, и до лет всего было 49. Он сказал, что хорошая роль мне досталась Кощея Бессмертного. Значит, жить буду долго. На следующий день он скончался. По законам театра, прощание с труппой, артисты зажигают поминальную свечу. В зале нет случайных людей, только самые близкие – друзья, коллеги, почитатели его таланта и, конечно, мама. Я очень рада, что его так хорошо сейчас помнят в хорошем контексте все, что его многие люди любят. Я была вчера на первом вечере памяти, сегодня второй. И помнят его ученики, его друзья. И это искренне очень. Особенный и неказистый, странный, как и все талантливые люди. Он играл в кино, танцевал, влюблял в поэзию. Видел глубину в простом и щедро изливал свои чувства в стихах. Ночь густела и тем хорошела. Билась бабочка в чаши торшера. Бабочка, пилат, отъезд мамы, фонари. Поэзия для него значила многое. Ольга Кобецкая вспоминает, когда артист Максимилиан Потемкин выходил на сцену, на ней словно распускались экзотические цветы. Поэтому и дерево здесь не просто так. Сегодня на этом дереве появятся мандарины. И это тоже не просто так. Макс очень любил зимой покупать много-много малюсеньких мандаринов и всем дарить. Просто такой некий комплимент. Простились и отпустили мастера в новый бесконечный путь. Однако память о нем будет жить вечно в сердцах его поклонников и коллег.